Отличать ядовитый гриб – один из главных навыков грибника. Ложные грибы порой легко спутать со съедобными. Например, у белого гриба по всей ножке расположена светлая сетка. У желчного она желтоватая, а нижняя поверхность шляпки – розоватого цвета. Мякоть белого гриба на срезе всегда остаётся белой, в то время как у желчного она быстро начинает краснеть. Второй двойник белого – сатанинский гриб – отличается толстой розовой ножкой, а его мякоть на срезе не только краснеет, но и синеет. Грибник Вера Язева советует не собирать те грибы, которые вызывают хоть малейшее сомнение. Тем более, если вы только начинаете своё знакомство с тихой охотой. Если появилось хоть малейшее сомнение о каком-то грибе, съедобный он или нет, не у всех есть под рукой книга-определитель грибов, вот, например, как у меня их целых две, то лучше гриб не брать. Это вот сто процентов. Есть сомнения – гриб не берём ни в каком виде. Если вы начинающий грибник, то для похода в лес надо подготовиться. Чтобы в корзинку попали только съедобные грибы, нужно изучить, как они выглядят. Сходите на тихую охоту в сопровождении опытного грибника, который наглядно покажет вам те грибы, которые можно собирать. Идти в лес за урожаем лучше всего после долгих обильных дождей. Если вы увидели всего один гриб, то это хороший знак. В радиусе нескольких метров обязательно растут ещё несколько. Для долгих лесных прогулок необходима и правильная экипировка. Надевайте закрытую одежду, резиновые сапоги. Голову защищайте кепкой, панамой или платком. Во время тихой охоты Вера Язева советует использовать палку. В наших лесах и в окрестностях Сарова всё-таки водятся ядовитые змеи. И когда, например, мы идём по лесу и, например, видим гриб, то мы, например, его не сразу рукой срубаем, а немножко там палочкой траву раскрываем. И во избежание того, чтобы не встретиться со змеёй. Ещё палочка очень удобна, особенно осенью идёшь, очень много паутины. То есть и ты перед собой эту паутину снимаешь. И я ещё иногда там стучу по деревьям тоже, чтобы немножко так распугивать тех же самых змей. Как только вы возвратитесь домой с корзиной грибов, сразу их переберите, промойте и почистите. Вера Язева советует прокипятить грибы несколько раз, чтобы все примеси и мусор ушли в воду. Я отвариваю грибы все. Иногда даже, когда, ну, уже это просто моя такая особенность, я иногда даже два раза отвариваю, то есть две воды меняю. И почему их лучше перед заморозкой, например, отваривать, они так меньше места в морозилке занимают. Я первую водичку, когда у меня закипает, буквально там минут пять поварила, всё это на дуршлаг слила. И второй раз точно так же довожу до кипения, минуточек пять поварила, опять слила. И уже вот закладываю, остужаю и уже в заморозку. Если после употребления грибов у вас появились такие симптомы, как слабость, ухудшение самочувствия, боль в животе, тошнота, рвота, диарея, головокружение, нужно незамедлительно вызывать бригаду скорой помощи. Заниматься самолечением при подозрении на отравление грибами не стоит. Самостоятельно можно лишь принять сорбенты для снижения симптомов интоксикации. Будьте внимательны к своему здоровью.